МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Посыпаев. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Снег тает, машины тонут. Городские власти взяли на особый контроль ситуацию с подтоплением на улице Зернова. Я могу. Солисты вокальной студии Звездопад успешно выступили на международном фестивале. Звездный мастер-класс. Хоккеист Артем Оленев провел тренировки для юных спортсменов. Далее расскажем обо всем подробно. 9 апреля 1946 года Совет министров СССР принял решение образовать специальное конструкторское бюро КБ-11, одно из самых секретных предприятий по разработке отечественного ядерного оружия. Бюро развернули на базе завода номер 550, который располагался в поселке Саров. Всего за несколько лет создали высокотехнологичную и наукоемкую отрасль промышленности, способную решать сложные задачи по обеспечению безопасности отечества. КБ-11 стала одним из ведущих предприятий отрасли. Уже 29 августа 1949 года испытали первую отечественную атомную бомбу – РДС-1. В 1992 году распоряжением президента Российской Федерации Всесоюзному Нью-Экспериментальной Физике присвоили статус Российского Федерального Ядерного Центра. С поздравлением к сотрудникам и горожанам обратился директор ФИАЦ ВНЕФ Валентин Костюков. Глубоко уважаемые ветераны, уважаемые сотрудники Института, жители города, от имени коллектива Российского Федерального Ядерного Центра от себя лично сердечно поздравляю вас с 75-летием Российского Федерального Ядерного Центра. Я желаю каждому из вас здоровья, благополучия вам и вашим близким. Впереди у нас серьезные задачи, впереди у нас светлое будущее. С праздником! Глава Сарова Алексей Сафонов провел совещание по ситуации с паводком в городе. Главной темой обсуждения стало подтопление улицы Зернова в районе Медицинского колледжа. Удалось ли городским службам взять под контроль ситуацию? Расскажем далее. Дренажные ливневые системы не справились с большим объемом воды, сообщает пресс-служба городской администрации. По мнению специалистов, затопление произошло из-за таяния снега, который скопился в лесном массиве и в районе аэродрома. В этом году высота снежного покрова превысила средние многолетние показатели. Резкий переход к плюсовой температуре спровоцировал активный сход воды. Вот, ливневка все остановилась. Усправляемся. Чтобы стабилизировать ситуацию в городе, специалисты регулировали уровень воды на гидротехническом сооружении, что минимизировало затопление садовых участков. С улицы Зернова ситуация была сложнее. Принятие противопаводковых мер от городских служб жители ждали с нетерпением. Реку, которую в шутку именовали Зерновкой, на машине, а то и пешком приходилось преодолевать на протяжении всей недели. И вот, наконец, сотрудники дорожно-эксплуатационного предприятия устранили подтопление, помпами откачав воду. На объекте строительства нового дома вода по периметру еще осталась. По словам Алексея Сафонова, чтобы снизить нагрузку на гаражные кооперативы, часть воды с аэродрома перенаправили на территорию дорожно-эксплуатационного предприятия. Руководство города и ядерного центра совместно с аварийными службами держит вопрос на особом контроле, сообщается в пресс-релизе городской администрации. Дарья Кузина, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. Городская администрация не обеспечила достаточное количество мест накопления твердых коммунальных отходов. Нарушение выявила Нижегородская межрегиональная природоохранная прокуратура. Администрации Сарова внесли представление, однако нарушение закона чиновники не устранили. Прокурор обратился в суд. Решением Саровского городского суда требования прокурора удовлетворили. На администрацию возложили обязанность по обустройству 154 площадок накопления ТКО. Саровские власти подали операционную жалобу. Нижегородский областной суд ее не удовлетворил и оставил без изменений решение суда первой инстанции. Прокуратура взяла ситуацию на контроль. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Школы, поликлиники, детские сады и дороги будут строить быстрее за счет использования типовых проектов. Законопроект, который внесет изменения в градостроительный кодекс, позволит использовать для строительства уже готовые образцы. Для этого необходимо, чтобы объект получил положительное заключение государственной экспертизы, а его проект был признан типовым и включен в единый реестр объектов градостроительной деятельности. Таким образом, не придется каждый раз заново разрабатывать документацию. Государственные и муниципальные заказчики смогут воспользоваться типовыми проектами безвозмездно. Это позволит в среднем на полгода сократить сроки строительства социально значимых объектов, а также сэкономить бюджетные средства на их проектирование. Выставка, посвященная 35-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС, открылась в городском музее. В экспозиции представлены фотографии из фондов музея, которые рассказывают о крупнейшей в истории мировой атомной энергетике аварии. Также на выставке можно увидеть документы, награды, личные вещи нашего земляка, который участвовал в ликвидации последствий аварии на атомной электростанции. Солисты вокальной студии «Звездопад» с успехом показали себя на 50-м международном фестивале детского и юношеского творчества «Казанские узоры». Десять подопечных Светланы Аверкиной выступили на конкурсе «Я могу». И все вернулись домой с наградами. Подробности в следующем репортаже. На международном фестивале конкурсе детского и юношеского творчества «Казанские узоры» Егор Вдовин покорил жюри песней «Там нет меня». За блестящее исполнение ему присудили гран-при конкурса. Я думаю, как и у многих, на всех конкурсах, естественно, присутствует волнение перед выступлением и выходом на сцену. Конечно, мы прорабатываем все моменты перед выступлением, перед конкурсом задолго до этого также. Конечно, у меня тоже было волнение, но в Казани особенно, когда я вышла на сцену, это волнение пропало и уже было удовольствие. Исполнять номер. На конкурс отправились 10 вокалистов из студии «Звездопад». С дипломами и кубками вернулись все. Алина Тавторкина, Виктория Круковская и Екатерина Торпова стали лауреатами первой степени. Екатерина выступала с песней Юлии Началовой «Жди меня». К выбору репертуара девушка подходит ответственно, выбирая со своим педагогом содержательные и глубокие произведения. Эта песня очень душевная, проникновенная. Я выбираю песни, которые я могу понять, могу донести до слушателя и вложить в исполнение частичку себя. В период самоизоляции и карантина я занималась дома, готовилась, учила песни. У каждого участника в коллективе свой репертуар. Педагог помогает ребятам подобрать произведения, которые они смогут понять, прочувствовать и донести до зрителя. Серебро фестиваля конкурса в разных возрастных категориях взяли сразу четверо воспитанников Светланы Аверкиной. Дарина Ковтун, Виктория Савина, Алена Сустатова и Анастасия Галякова. В Казани я выступала с песней Вера, исполнительница Зара. Репертуар я выбираю себе. Если нравится песня, я стараюсь ее довести до своей манеры исполнения, потому что голос у меня достаточно такой народный и выбираю такие песни, которые такие душевные, ну даже где-то есть признаки народности. А лауреатми третьей степени стали Ксения Зубова и Алина Туркина. Музыкальный настрой у ребят сохранился и по дороге домой, а потому пассажиры вагона, в котором ехали юные вокалисты, попали на незапланированный концерт. Такое возвращение с конкурсов уже давно стало доброй традицией коллектива. Профессиональный хоккеист и основатель школы арт-хоккей Саровчанин Артем Оленев провел в Ледовом дворце мастер-классы для юных спортсменов. На одном из них побывала наша съемочная группа. Профессиональный хоккеист и главный тренер школы арт-хоккей Саровчанин Артем Оленев приехал в родной город, чтобы поделиться опытом с юными спортсменами. Во-первых, это техника, это правильно закладываем навыки, чтобы дети уже в самом раннем возрасте они уже правильно катались, правильно скользили, поднимали голову. То есть это все такие моменты, нюансы хочется им впитать с раннего детства. Артем считает, что его занятия помогают не только детям, но и тренерам, которые могут взглянуть на свои прежние программы тренировок под другим углом и почерпнуть для себя что-то новое. Никто не любит рутину, особенно в столь юном возрасте. Хоккей прежде всего игра, а значит и методы тренировки должны быть построены по принципу игры. Все ради того, чтобы интерес к спорту не угасал, чтобы каждый юный спортсмен нашел для себя что-то новое и интересное. Мы полезем, чтобы мы умели делать все быстро и чтобы мы не ошибались. Артем приезжает в Саров еще и чтобы повидаться с родными. По его собственным признаниям, именно родители и привели его в хоккей, и дали все возможности для его развития в качестве спортсмена и тренера, чтобы сейчас Артем и сам мог тренировать других спортсменов, многие из которых уже с мировым именем. Дмитрий Орлов, Миша Сергачев, Иван Барбашов, они выиграли кубки стедри. То есть мы с ними занимались. Это тоже занятия дают результат, и статистика у них лучше становится. И они просто берут кепки. Самое главное, чтобы игрок, который выигрывает, берет кубок, чтобы он кепку мне привез. Я их об этом прошу. Я коллекционирую кепки, чемпионские кепки. Артем уверен, что секрет успеха в любом деле – это постоянная практика и развитие. Порой чему-то новому может научиться не только спортсмен, но и тренер. С приходом теплых дней многие саровчане отправляются за город. Одни выезжают на природу, другие открывают дачный сезон. Купить все необходимое для работы и отдыха можно сразу за третьим КПП, где уютно расположились магазины «Садовод-строитель» и «Подорожник». Отправляясь на дачу за город, многие часто сталкиваются с необходимостью покупки товаров для работы на участках. Приобретение всех нужных вещей в одном месте теперь не проблема. Сразу за третьим КПП по правую сторону возле парковки открылся магазин «Садовод-строитель». В одной половине хозяйки могут найти все для посадки и удобрения. В другой мужчины могут выбрать стройматериалы и оборудование. В нашем магазине вы всегда найдете все самое необходимое для ведения дачного хозяйства. Всегда в наличии такие товары, как семена, грунты, удобрения, угровные материалы. Также у нас есть крепеж, все для водопровода, ручной и электроинструмент. Всем покупателям, впервые посетившие наш магазин, мы дарим 10-процентную скидочную карту. Мы являемся партнерами профсоюзной дисконтной программы В магазине также можно купить седираты, гербициды, побелку, корма для животных, пропитки, эмали для дерева, материалы для гидропароизоляции и все для полива. «Садовод-строитель» ждет покупателей по будням с 8 до 19 часов. В выходные с 8 до 17 часов. Телефон 3-28-20. Приобрести товары можно и в интернете на сайте «Садовод-строитель.рф». Бесплатная доставка от 500 рублей. Также по соседству можно закупиться продуктами без очередей в подорожнике. В магазине представлен большой ассортимент кондитерских изделий, полтавских колбас, напитков, круп, молочной продукции, консервов, копченой рыбы и снеков. Есть все необходимое для пикника. Выезжая за город, дорогие горожане, вы всегда сможете купить у нас шашлык. У нас всегда в наличии маринованное мясо от проверенного поставщика. И также все сопутствующие товары к нему. Это решетки, гриль, мангалы, уголь, розжиг. Все, что необходимо для хорошего, приятного отдыха на природе. Те, кто проголодается в дороге, могут заглянуть на горячий кофе со свежей выпечкой, перекусить салатами и горячим. На полках также всегда можно найти бытовую химию и сувенирную продукцию Сарова. Магазин «Подорожник» работает без перерывов и выходных с 8 до 22 часов. Темные, светлые, чистые, с натуральными добавками, на любой вкус и ото всех недугов. Десятки сортов меда свежего урожая вы найдете в торговом центре «Галактика». С 9 по 11 апреля там пройдет выставка «Медовая феерия». Качество меда с пасеки пчеловодов Михайловых высоко оценили во многих городах страны, в том числе и в Сарове. Михайловы лично внимательно следят за тем, чтобы ассортимент лакомства удовлетворял каждого. Поэтому на «Медовой феерии» можно найти достаточно редкие сорта. Например, дальневосточный шмелиный мед. Он насыщен полезными веществами и идеален для больных диабетом. Употреблять мед можно ежедневно в небольших количествах. Храниться дома продукт может долгие годы, не теряя своих свойств. Перед едой за 15-20 минут чайную ложку. В течение дня до 100 грамм можно употреблять. Это полезно для здоровья. Еще советский ГОСТ, температура хранения меда 18 градусов и в темном месте, то есть не на свету. Мед акации гипоаллергенен, поэтому употреблять его можно смело как взрослым, так и детям. Также на «Медовой феерии» мед с дягеля. Это алтайский мед, который улучшает работу желудочно-кишечного тракта и оказывает благотворное действие на суставы. И как любые темные сорта меда, такие как тот же хвойный или каштановый, помогает работе сердечно-сосудистой системы. На выставке есть липовый, майский, цветочный, высокогорный мед. Предложат вам и продукты пчеловодства. Пыльцу, маточное молочко, настойку прополиса на воде и пергу. Перга – это пыльцу пчела занесла в улей. Переработала, смешала с медом, с маточным молочком, с своими железами и заложила уже в соты. И уже сот она кормит детку свою и в основном матку она кормит. Вот такой интересный факт. Если матку пчела пергой не кормит, она сеет 500 личинок в сутки. Если кормит пергой, она сеет 2000 личинок в сутки. Не пропустите! Выставка «Медовая феерия» работает в торговом центре «Галактика» с 9 по 11 апреля. С 10 до 19 часов. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Мария Посыпай. Всего вам доброго и хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин